Успей поставить лайк за 3 секунды, если любишь играть в игры. Считаю. Раз, два, три. Мне сегодня пришла какая-то очень странная коробка. Ну и давайте-ка мы вместе с вами попробуем её открыть. Посмотрим, что там у нас такого интересненького есть. И это, друзья, бита? Серьёзно? Но зачем она нам нужна? Ладно, давайте тогда попробуем сейчас её использовать. И, кажется, ребятоньки, я понял зачем. Сейчас мы сражаемся с вот этим пареньком на битах. На! Ладно, тогда сейчас будем, конечно же, с ним до конца сражаться. И в итоге побеждать его. Всё-таки бита нам, друзья, недаром пригодилась. Ну что же, приветствую всех. С вами Илюша. Сегодня мы поиграем в игрушку под названием Unpack and Fight. Где мы будем открывать вот такие прикольные коробочки. Ну и, конечно же, фигачиться против наших соперников. Ну и давайте посмотрим, что же сейчас нам выпадет из коробки. А нам выпал, друзья, вот такой прикольный букет Ролос. Ладно, хорошо. Давайте тогда, естественно, нажмём, чтобы его использовать. И в итоге начинаем, друзья, драться. Смотрите, против нас чувачок сбитый. А я пытаюсь, друзья, его отфигачить вот этим, естественно, букетом. Ну, в принципе, смотрите, у меня очень даже неплохо это всё дело получается. И в итоге я, конечно же, опять-таки его победил. И уже, друзья, мы вместе с вами заработали в сумме 276 монеток. На самом деле, очень даже неплохо. Давайте тогда, конечно же, приступать открывать коробку номер 3. Что же тут у нас будет? А тут у нас, смотрите, друзья, вот такая прикольная базука. Даже наш паренёк удивился такому оружию. Ну, давайте тогда, естественно, попробуем его использовать. И в итоге, воу, ничего себе. Блин, а как с тебя стрелять-то, друзья? Друзья, мы только что попробовали сделать 3 выстрела, но так что-то и не смогли их сделать более-менее нормально. Может быть так ты как-нибудь сможешь выстрелить? Друзья, смотрите, у меня вообще никак не получается. Ну-ка давай, парень, прицелься. Во, смотрите. Вот это уже совсем другое дело. Ещё может быть выстрел? Да, смотрите. Мы сделали контрольный выстрел и зафигачили нашего чувачка. Хотя у нас было очень мало ХП. Да, конечно, ракетой очень тяжело всё-таки управлять, но она на самом деле довольно-таки неплохо добавляет нашего дамага. Ну, интересно, что же сейчас будет у нас в нашей коробочке. А это, друзья, какая-то кукла женская. Ничего себе. Это что это получается? Мы будем драться куколой? Эээ, ладно, окей, друзья. Против нас чувачок сражается вот таким баклажаном. Мне кажется, это, друзья, наверное, ещё хуже. Но у нас хотя бы имеется вот такая пластиковая кукла, которая довольно-таки быстро справилась с вот этим пареньком. Фух, ребятоньки, боюсь даже представить, что сейчас у нас будет в коробочке. Ну, ладно, давайте, конечно же, проверять. А тут у нас, смотрите, вот такое прикольное ружьё. И опять-таки наш паренёк очень даже сильно удивляется. Видимо, ему нравится более-менее нормальное оружие. Ну, и давайте, конечно же, тогда будем стоять и хорошо прицеливаться на нашего паренька. Так, блин, да что ж такое-то? Смотрите, он пару раз в меня попал, и в итоге за это я не могу нормально прицелиться. Надо, наверное, друзья, менять позицию. Либо же вот так, друзья, его толкать. И, блин, серьёзно, этот паренёк меня только что, друзья, зафигачил. Да, повезло тебе, конечно, драчок. Надеюсь, что сейчас я, в принципе, смогу с тобой всё-таки сразиться нормально. Вот, смотрите, друзья. Теперь, я думаю, точно у нас будет шанс очень-очень даже равный. Потому что у него имеется обычный букет цветов. А у меня всё-таки двухствольная винтовка. Поэтому на, чувачок, держи тебе хэдшот. Ну, и, конечно же, мы сейчас наконец-таки прошли уровень номер пять. Прикольное было всё-таки сражение. Но я считаю не такое уж равное. Потому что у нашего чувачка было не агрестрельное оружие. А просто тупо, друзья, обычный букет. Ну, и сейчас мы видим то, что наш чувачок очень даже сильно недоволен. И всё потому, что нам выпал, друзья, обычный скейтборд. Не знаю, как мы им будем сражаться. Но давайте, естественно, посмотрим. Блин, чувачок, смотрите, от нас очень даже хорошо уворачиваются. На, за это тебе получай прям по башке. И да что ж такое-то? Когда же я тебя зафигачу? Ладно. Давайте тогда сейчас мы, наверное, на месте постоим, чтобы наш паренёк сам брал и фигачил скейтбордом по этому красненькому чувачку. Ну, и как раз-таки эта тактика сработала. Седьмой уровень. Смотрим, что же у нас за такое прикольное оружие будет. А это, друзья, старая добрая бита. Как раз-таки именно с неё мы и начинали. И, оу, ничего себе. Против нас чувачок с автоматом. И мы пока что даже, друзья, ни разу нему не нанесли дамага. Хотя вот сейчас, в принципе, очень даже хорошие друзья есть в момент. Потому что, смотрите, он стреляет вверх, а я просто тупо его фигачу битой. Вот и всё, паренёк. Пострадал ты из-за своей глупости. Надо было тебе немножечко отбежать, либо же сменить позицию. Ну, а у нас уже тем самым временем практически 1200 монеток. Ну, вот беда, друзья. Их, опять-таки, некуда тратить. Да, жалко, что, друзья, у нас нет магазина. Либо же нельзя купить какую-нибудь прикольную оружие байку. Но давайте попробуем всё-таки сразиться, опять-таки, букетом цветов. Против, опять-таки, друзья, вот такой винтовки. Серьёзно. Это, друзья, будет очень и очень даже тяжело. Но буду надеяться на то, что это сработает. И, друзья, мы видим то, что это действительно срабатывает. Вот так мы весело взяли и зафигачили чувачка. Причём он был с винтовкой, а я был просто тупо, друзья, с букетом цветов. Значит, всё-таки не такие уж у нас были неравные силы. Главное тут, друзья, естественно, ум брать и, конечно же, задействовать по полной. Воу, у нас, кстати, друзья, опять-таки наша самая крутая ракета. Первый выстрел есть. И давайте-ка второй выстрел тоже сделаем. Всё, замечательно. Вот это, на самом деле, самое крутое оружие в этой игрушке. Кстати, друзья, если вы в неё играли, напишите обязательно об этом в комментариях. Как вы думаете, какая тут всё-таки самая крутая оружбайка? Я всё-таки, друзья, думаю, что это, конечно же, будет наша ракетница. Блин, а мне тут опять-таки, друзья, выпала вот такая кукла. Давайте-ка, наверное, пропустим её. И, блин, да что ж такое-то, друзья. Вместо куклы нам выпал вот такой скейтик. Ладно, будем тогда сейчас, конечно же, сражаться скейтиком против автомата. Вот это жесть, друзья. Ну ладно, хорошо то, что я придумал хорошую тактику, и в итоге я сейчас её, друзья, как раз-таки использую. Просто тупо паренёк не может в нас попасть из-за того, что мы, смотрите, какое близкое расстояние под него подобрали. Ну и в итоге всё. Мы даже, кстати, за него 143 монетки получили. Это, на самом деле, максимальный результат, который у нас был в этой игрушке. Хорошо, давайте посмотрим, что же нам выпадет на уровне номер 11. И это двухстволка, друзья. Я как раз-таки именно её и хотел. Ну и давайте смотреть, что же у нас тут будет. Пока что мы даже попасть хотя бы не можем нормально. А вот тут, смотрите, друзья, мы попадаем очень даже круто. И в итоге один выстрел. И, блин, да что ж такое-то, друзья. Всё никак не можно нормально прицелиться. Но сейчас прицелились очень даже хорошо. И, конечно же, зафигачили нашего паренька. Вот такое оружие, друзья, мне действительно по душе. Что же интересно сейчас будет? Мне кажется, друзья, какая-нибудь битая. А, смотрите, опять скейтборд. В принципе, у меня имеется возможность пропустить этот скейтбордик. Давайте тогда это сделаем. И в итоге, воу, новое оружие, друзья. Это хоккейная клюшка. Давайте тогда сейчас мы, естественно, попробуем с помощью неё зафигачить нашего чувачка. В принципе, очень даже хорошо то, что у нас имеется эта клюшка, потому что у неё довольно-таки дальное расстояние. Вот смотрите, я попадаю по этому пареньку, а он по мне никак не может попасть из-за того, что у него слишком короткий вот этот, друзья, букет. Всё. Вот так мы взяли и повержили ещё одного нашего противника. И самое приятное то, что всё-таки тут ещё имеются новые оружия. Потому что я, честно говоря, друзья, думал, что у нас опять-таки будут всё здесь повторяться. Вот опять-таки у нас имеется бита. Я, наверное, пропущу, друзья. И баклажан! Опять новое оружие. Хорошо, мы, на самом деле, баклажанам ещё не раз, друзья, не файтились, поэтому давайте, естественно, попробуем. Сможет ли он вообще нормально срабатывать, либо же нет. Но пока что вижу то, что он довольно-таки неплохо сносит хпшечки нашему врагу. И остаётся нам, друзья, буквально один разочек ударить, и в итоге всё. Наш паренёк повержен, и, естественно, мы выходим из этой битвы победителями. Давайте тогда открывать следующий бокс. Тут у нас опять-таки цветочки. Пропускаем, потому что они у нас были. И тут у нас, смотрите, друзья, вот такая винтовочка. Именно такой у нас ещё ни разу не было. Сейчас тогда, естественно, её затестим. Видим то, что довольно-таки патроны неплохие, очень-очень даже большие. Остаётся просто тупо взять. И крайний патрон, естественно, зафигачить прямо в нашего вот этого паренька. Ну и давайте, друзья, 15 уровень у нас будет финальный. Посмотрим, что же всё-таки нам выпадет с этой коробочки. И выпадает вот такая базука. Самое интересное, самое любимое моё, друзья, оружие. Осталось, естественно, с этой базуки как-то попасть по нашему врагу. Смотрите, он специально ещё отходит назад. Или наоборот, друзья, не специально он хочет нам помочь, чтобы мы его зафигачили. Ну и в итоге видим то, что мы, конечно же, друзья, его зафигачили буквально со второй попытки. Ну а с вами был Илюша и игрушка под названием Unpack and Fight. Подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока-пока.